Интересно закачивать приложение, чтобы ехать на какую-то горячую точку и делать их, а то снимать им не через них. Они просто на камеру укладывают на YouTube, или просто через... Вы видели приложение 112-го канала? Нет. Смотрите, они платят деньги за выполненные задания. У меня есть 24 доступных задания. Платят сюда. Выбыл жранат, икей, вылазь и рабочего. Если я это сниму, 200 гривен. Класс. Сейчас как-то. Если я сниму, что я на Франковской области, дом стреляет из гранат-мятов 100 гривен, я могу получать зарплату. Нет, это... Нет, 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 нет. А я могу сказать, вы бы гранаты через 3 часа, ты можешь создавать контент. Загружаешь видео, они его оценивают, и у тебя есть... Это наше видео? Это приложение 112-го канала. Да, прослушайте. Ну, не важно. Даже так, у огромная сеть вот эта, у Лайф Ньюза, естественно, они же на этом построились. Они покупают пользовательский контент вообще. То есть у них есть свои оплепухи для того, чтобы им все там загружали, получали вовну. Потомная история уже есть даже у телеканала АТР. У них написано, что... Они это вообще в телевизоре показывают уже? Нет, в телевизоре плюс у себя, наверное, нормально. Конечно, конечно, нет. И вообще, если они учатся смотреть эфир на это... Естественно, это уже делается редактура. То есть ты получаешь себе некий контент, как телеканал от людей, которые могли оказаться там. То есть тут просто можно выполнять этот эффект. То есть если это авторитет, то вот это... Да, это классно. Ужасная дорога в изюме, что-то 12 дней вообще с лайком нахал. Так ты ему типа заплатила, или 4-5 дней? Ему уже заплатили. Я спрашиваю, что ключевых моментов, точнее 40-х моментов, это выделение со всего спекта видео, например, от всего 40 минут, выделение ключевых моментов. То есть люди, как правило, не будут, они не хотят смотреть полное видео, они хотят самые ключевые моменты увидеть. И оценить, да-да, то есть, по сути, некая сортировка информации, где выделите их. Или смотри, а мы можем таким образом поступить, что... Ну, я как человек, который монтировал в разных монтажных программах видео, у меня есть линейка, условно, да, это вот все мое видео. И, короче, я могу вот целиком загрузить, но поставить... Это оно работает. Буквачка М, некие маркеры. Не только маркеры, там можно телек добавлять, можно добавлять комментарии. То есть дальше уже понятно. То есть акцент на что-то, да. А потом по этим маркерам можно вырезать ужатую... Например, есть захват, рейдерский захват какой-то стройки, да, Киев. То, что происходит донально каждый день, да. А этот рейдерский захват длится, там, пару суток, да, противостояние общественности с конкретно захватчиками. Длится пару суток. Для того, чтобы смотреть весь стрим, да, есть люди, которые живут конкретно на Позняках и живут это в соседнем дворе, они будут смотреть все. А есть те, которые, как я, будучи, например, просто, чтобы быть в центре событий, в курсе, да, что вообще происходило. Я смотрю вырезку, там, которая занимает минуту. Вот сам журналист поставил эти метки, маркеры. На что обратить внимание? Если у нас есть трехчасовое видео, есть математические способы определять моменты, когда там что-то новое происходило. То есть, если есть стрим, то, как правило, там, это то же самое люди ходят и все что-то. Да, да, да. Если начинается движ, там, петушки подъехали, мусоров завезли. Либо просмотр увеличился, да. Система понимает, что есть что-то новое в кадре. То есть, таким образом, двухчасового видео можно нарезать 10-минутное видео с самыми ключевыми точками. Да, это уже возможная история. Единственная лажа состоит в том, что абсолютно новым будет видео. Веришь, когда перед кадром просто прошел человек, потому что он у тебя сильно... Мы понимаем, как строится видео, да? Мы же не пишем на пинг следующий кадр. Мы пишем только изменения по отношению к предыдущему кадру. Так вот этого оно и распознается. Да. Смотрите, вопрос. Я, допустим, журналист, ведущая группа из Инвазерного. У вас, знаешь, подписчиков на YouTube. Вот мы сделали некое интервью по Google Plus. И, опять-таки, что меня заставит загрузить его в Mi на YouTube? А, будет приложение? Ну, во-первых, она уже сделана на Google Plus, и она уже автоматически... У меня на Google Plus есть копия, а не на приложение. То есть, у меня еще проблемы, как я буду там перевести. Ну, допустим, будет декстопная версия, окей. Как оно снимается этой версии. То есть, как это заставит, оно будет сниматься, да? Нет. Сниматься интервью, в данном случае, не в вашем случае. У нас, когда появилась идея этого приложения, оно было в постмайдановское время, мы туда пришли тоже к человеку, он говорит, а кому это нужно? Вот сейчас классно в стране есть там был Майдан, его снимали, был нужен стрим. А дальше обычно все скучно, ничего не происходит. После этого мы получили войну, получили теракты, получили интервью, получили Одессу и так далее. Получили движение, да. То есть, тут основная задача циклового сервиса – не делать интервью и его стримить, а стримить какие-то происходящие события. То, что происходит у Трибодрома, рядышком. То, что сейчас есть. Фиксировать, ну, пускай, но фиксировать реальную историю. То есть, то, что есть. Тут может быть YouTube, но тут важно. Тут важна ценность контента, а не почерпанная, которая... То есть, через приложение ты снимаешь? То есть, тут нам благодаря заточка под лайвы. То есть, заточка под южный контент. Да. И плюс преимущество то, что оно конкретно на мобильном. То есть, это более оперативно. Нет, мобильный – это просто камера. Да. Да, и все. Дальше оно все уходит в облако, наверное. Уже кайты. То есть, я его могу подгружать в Facebook. Очень-очень-очень. Слышал, не слышал, но уже последние два года пытается сделать видеоаршив событий на Майдане. То, что там было. Там гранты какие-то получают, музей памяти выделяет, гранты, еще что-то. Проблема в том, чтобы собрать достаточное количество видео в одном месте, у кого-то 2 перабайта есть, у кого-то 20, у кого-то 5 байт. Но собрать нормальную историю с хронологией очень сложно, потому что их много и их нет. Эта же система позволяет строить такой таймлайн всего того, что происходило с привязкой где-то происходило. То есть, в любой момент можно вернуться к этому событию, посмотреть, где оно было. Так, установите камеру сейчас на Антитрихановском Майдане. Он разрастается прямо сейчас. Так, тут в том-то все дело, что… Не мы являемся, да. Всего лишь площадка. Площадка для желающих. Установить там камеру, снимать там. А давайте, в примере, вы сделаете, допиливаете в эту версию. Смотрите, тут не обязательно ставить камеру. Тут можно поставить приложение для стрима. И тогда, если, опять же, руки когда-то их зачищали ночью, когда их избили, они разбежались. Вот эта вот система позволила потом зафиксировать и передать максимум данных даже до того момента, когда разбили устройство. То есть, 360 выполняет эту идею. То есть, 360 просто дает возможность придить не в одном направлении, а вокруг. То есть, ну, мы не в этом, поэтому… Видеть полную картину, в принципе… Вам же надо огласки. Вам надо чего-то начать. Конечно. Вам надо бум. Вот этим бумом… Ну, без проблем. Конечно. Конечно. Хорошо. Давайте посмотрим сейчас с другой стороны. Вот я журналист. Я нахожусь на этом, как в Турканском Монтале. Ну, в Одессе. Да. И у меня есть возможность заметить что-то интересненькое, и надо быстренько снять. Или я тоже не журналист, а просто хорст. Да, да, ты человек. У меня есть перископчик. Ну, допустим, мне, во-первых, про Light Agent нужно узнать, во-вторых, ну, как бы, 100 меня заставят воспользоваться, скачают Light Agent, а не, допустим… Потому что вас будет тяжело найти. Я надеюсь на этот вопрос. Пожалуй, я должен был сказать эту фразочку чуть позже, но, наверное, и сейчас она логична. Мулька такая. Да. Мы же находимся в этом конкретном месте, которое называется, там… Хакатон… Нет. Хакатон. Назаложенная социацией модных. Да. Это означает, что, ну, там, идеи, которые тут чего-то разовьются, они получат мало того, что там финансовый ресурс надо допилить выпуски… Да. Но вторая история – они также получат нехилый промо-рисурс. То есть, если ты будешь… Ну, то есть, перескопчик – все хорошо, но если ты своим горожанам, если локальная телекомпания своим горожанам скажут, ребята, у нас на сайте лежит аппликутка, а вы создаете у основного конструктора для аппликутки, который будет одинаково хорошо работать в «Керсоны» для «Керсоныча», в «Николаеве» для «Николаевцев», в «Тернополе» для «Тернополян». Вот, любому человеку стать корреспондентом этого канала, и для этого нужна вот эта, которая потом нам покажет этот весь город. Тогда узнаем, они нужны. У нас есть два направления. Одно направление – это действительно оболтает что-либо поставим и что-то транслируем. Во втором направлении – там, я просто вижу на месте, я просто человеку, что-то интересное, сняло… Да, ты можешь стать частью жизни своего кабинета, получить доступ к медиа, люди хотят попасть в телевизор, люди хотят произвести свой контент в телевизоре. За счет того, что будет ресурс, а он будет перемотивированный этого всего. Люди узнают, стримы, жертвы. И это тоже, просто это тоже будет мотивироваться. Но кроме того, это вот формирование клиники, когда мы видим, что в нашем городе происходит, если мы это реагируем биографически, если я правильно помню, да. и по времени, то, во-первых, это может быть отложенный просмотр, когда ты точно сразу поставишь, посмотрев, как нам говорят, если разные люди в это время снимали. Разное мнение у этих людей. Разное мнение у этих людей, ну и вот это все просто важно. А вот теперь смотрите, у нас есть три класса. Ну то есть это уже просто понятие того, что это рабочее. Как вам предложение, ты снимаешь? Я не понимаю, что я сейчас еще, ну, за что вот правильно позиционироваться, да? Пересловно, почему не подходит конкретно в этой идее, потому что там есть куча контента, начиная от кутиков, заканчивая девочками там, с какими-то своими интересами, да? Это можно с помощью этого приложения, если будет? Вот, а то, нет. Потому что идет тоже позиционирование, что такое, плюс мы не хотим, у нас консерация материала, чтобы у нас не было там, какое-нибудь там поморие освещения, если нас примет там. Кстати, да. Смотрите, модерация будет такая штука абсолютно. Конечно же, и вот этот вопрос, мы за вопрос, скажем, подмешаем, на том, что человеческим. Вот здесь, я попала с ними видеть, что там классная, я тоже с в эфире делика, с помощью этого предложения. Да, да, да. Ставим, это есть гражданская зона истика во времени. Нет, нет, нет. Верноле аварии с глазами горожан, Верноле аварии с глазами горожан которая продолжает ещё и будет решаться. Потому что местный телер, должен ещё, побинать местную мэрию, визитную ворог. Стимулирование, а на день лучше сделать не так. Мы делали только один декабрь, а на день, ну и да, следили пошли дальше. Проходит там, например, 6 секунд, мы берём следующие деньги, чтобы у нас был запасного жилья. Да, да. Да, да, да. И, я не учту, У нас было новое видео, в котором видно, что продолжение как раз со стороны милая. Одна новая новость, в которой журналист якобы майдановский телеканал режет это так, что ребята, сотни якобы провоцируются. Реально, тогда просто не было возможности как-то построить этот контент. Но у нас до сих пор есть видео помпы и без проблем можно найти видео, которое нарезала. Да, чуть-чуть, чуть-чуть, да. И мы смотрим, самое отвратительное, что они и ее защищали по сути. Она потом взяла, вывернула ее в свою сторону и получалось так, что мы защищали того, кто потом у нас, по сути, подстал. Подстал. А, правда. Смотри, а вы классные, да. Со мной на 3? Да. Смотри. Классные, что ты сказал. То есть, если это позиционирование будет поддерживаться, ну скажем, аппликейшн, будет поддерживаться телеканалом и получить эфирное время, то это совершенно другая история. Совершенно верно. Конечно. Владимир Покошу сообщил, что этот ресурс медийной поддержки, раскрутки на уровне городов, на уровне регионов, на уровне грома, то он есть. Есть. Интернет там есть, будь в селе. Будь в селе. Те же группы. Рома. Это регуляции. Да. Не обязательно, чтобы был интернет. Система может пристисти стрим, а когда появится интернет. Да. То есть, ты просто снял, окей, дошел домой, по вайфайке выбросить. То есть, таки важно, отложенная транспляция. Главное, что ты пишешь и в этот момент понятно, где ты это. А вот я зашел в мертвую зону, в тебя первало и, соответственно, почел вот это. Да. Это очень часто. Например, бля Верховной Рады и бля АП стоят штатные гушинки, которые всегда стоят. В зоне АТО. Ты поезжаешь и думаешь. Шаг влево есть. Да. У нас еще один плюс, на самом деле. И даже не для Китайской. Смотрите, у нас есть много программ, которые снимают достаточно острые сюжеты, видео, как наши броши, схемы и так далее, вплоть до нападения журналистов фактически и того, что технику забирают с материалом и так далее. А у нас с обратной стороны. То есть, в любом случае, если татар, который вы отсняли, он уже забранен и вы его не потеряете, потому что он есть. Технику забрали, но все будет. Да. Все в том, что кто бы забрал технику, и не разбили. Просто забрали. И мы продолжим выгружать, выгружать, выгружать. И показывают, где эта техника сейчас находится. Да, да, да. Чтобы закончить с бенефитами этой истории, мы помнили, что они есть, они у нас существуют. Да, 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 да. 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 Десятки разных подобных аппликут, разных каналов. Может быть за деньги, может быть и за деньги. Там уже бизнес-модель можно прорабатывать. В свое время нынешний надзвучайный и полноважный посол Украины в Канаде Андрюша Шевченко был единственным журналистом, который попал в дом в Бравара, в который попала ракета. Помните, в далекие времена? Да. Да, да, да. Значит, ракета класса «Земля Бравары». Съемочный выбор нового канала, Андрюха тогда был только просто репортером нового канала, они туда приехали единственными, успели, до силовиков, которые потом все заблокировали. Да. Оператор успел снять два кадра, и по сути, ну да, короче, не отобрали видео, но для того, чтобы это видео не заблокировали, тогда новый канал, и это было Андреево тоже решение, пожертвовал эксклюзивностью, он его роздал всем каналам, чтобы они закрыли рот. То есть вот здесь та же история, когда ты надправляешь на что-то таке, ты это раздаешь, именно теряя свою эксклюзиву для того, чтобы социально, то есть сути, сильно важная инфа была решена. А коли винох по голове я накупал? Да. Пятый канал, успех поменять кассету, всех позабирали, а пятый просто поменяли кассету, отдали липовую кассету, а то все разошлось. Ну, теки не под брендом пятого канала, а так. Ну, то есть это в какой-то случай, когда, ну так, Женя тоже тогда работал, собственно, шеф-редактор пятого канала сейчас, Володин Женский, наш прекрасный друг, тогда все форумы работали на том же новом. То есть все, да. Люди из одной песочницы с одинаковыми, например, идеологическими установками про ценность материала. Все, я вам больше не мешаю, если вам, я вам прямо сейчас не нужен. Спасибо вам. Очень интересный момент, как у Ванянска. И еще какое-то название, это не всякое название, а как бы позиционировано, где еще видят. Ну, то есть лайв-агенты, ну, это, наверное, есть, как же всякое название было. У нас пока реагент, да, можно рассматривать, конечно, разные названия, но при нет, у нас просто исторически сложившееся название, которое может быть прожилось. В идеале название должно сразу говорить о сути реагенты. Реагенты, реагирование на события, на события. Я только что, это просто сейчас, то у вас, с точки зрения. У меня была ассоциация река, река, повторение реки. Это связано с восприятием, видите, сразу. Так, а всегда, когда идет нейминг, нейминг. У нас же есть ли с точки зрения видеосъемки все равно агент, то есть агент, ну, всякий. Рекорд, да. Ну, как бы, мы очень долго ломались над этим названием, поэтому... Ну, ну, да, просто это название тоже. Потому что думали, это была, действительно, постмайданная идея, и думали, что больше ничего снимать не нужно. Но потом все эти все равно никогда не прекращаются всякие врадиевки, никогда не прекращаются всякие мелкие локальные конфликты. Такая штука ложится в тренд. То есть вот такие локальные конфликты в каждой области, в каждом регионе они будут всегда, если это сама того, Майдан, не Майдан, война, не война. Такая штука ложится в тренд, если она тебе более с телеканалами. Ну, нормально, я все так мало, он не экспенсировал. Ну, надеюсь, что телеканалы могут покупать без разницы. А там тебе и в вашем случае бесплатно? Да. Ну, зачем? Ну, вот если я просто человек, скажем, я сама с Николаева, я человек, да, у меня там что-то происходит. Знаете, когда вот Денис Казанский, он же до того, как стать Казанским, который вот переехал в Киев, стать хорошим блогером, он живел просто в ЖЖ. Он путешествовал по всей Донецкой области, просто вот по всей Донецкой области, с фотоаппаратом. А если он так снимал? Вот. У него было это еще времена, ну, тысяча восьмого года, да, когда он начал вести ЖЖ. Если бы это все то же самое, только вот на нынешний момент, есть какой-то себе человек, который просто вот любит свой город и путешествует по региону, и снимает все, начиная. Даже если кому-то, ну, грубо говоря, с точки зрения выдачи общей информации, мало интересно, как там развален какой-то поселок, да, в этой области, или там, какую землю редиску отбирают, другого, как охоза, да. Ну, а вот громаде этого, ну, общественности этого региона очень интересно, например, да. Поэтому, ну, просто вот, я важна, я что-то сделала. Вот это, как-то, 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 так даже что-то. Ну, что так, проблема при модели, потому что клиенту просто заставит, либо по региону, но не обязательно заставлять. Есть люди, которые очень замечательно будут шпины, будут делать и сами. То есть, в томате, опять же, стимулировать так, с точки зрения финансов, мы не подъявляемся какими-то, с точки зрения по железу. Ну, не, ну, из дня, или там, и все, и все. Ну, нет. На октябре, потом можно пригорились, а также лучше, буду набирать, вот это, и все это не На октябре, я не смотрю. На октябре, я не умею об этом, я не можете об этом думать, то есть... И люди пользуются, которые будут пользоваться. И это же самое, здесь нужно приближать. Я скажу, что у вас там есть нужна. Не знаю, зачем это нужно. Если не пускай с нас здесь вот эта вопроса, то есть коллегиская станция, которая будет работать с мужем, которые будет уже больше. А все остальные, но, ну, будет подпatz.